Мощный взрыв в Багдаде. Есть погибшие и раненые. Теракт, вероятнее всего, дело рук ИГИЛ, но эту версию еще проверяет. Тем временем, армия Ирака завершает разгром отрядов халифата на своей территории. Все подробности расскажет Сергей Ослендер. Взрыв произошел в Садре. Это район иракской столицы, населенный преимущественно шиитами. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взлетел на воздух рядом со знаменитым рынком Джамиля. Там всегда много людей, видимо, поэтому террористы и выбрали это место для проведения теракта. По поводу пострадавших поступают противоречивые данные, но вот по последним 9 человек убиты и втрое больше ранены. Военные оцепили район в поисках других взрывных устройств, а спасатели эвакуировали раненых и до сих пор ликвидируют последствия теракта. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за это, но есть предположение, что взрыв – дело рук исламского государства в качестве мести за падение города Тель-Афар. Это последний крупный населенный пункт, который контролировали террористы и который буквально накануне освободили иракские военные. Большинство боевиков сбежали. Наши передовые части уничтожили несколько десятков террористов и пять автомашин взрывчаткой. Наша броня позволяет бороться с такими движущимися бомбами. В ближайшие дни мы закончим операцию. Бои за Тель-Афар начались 20 августа. Сразу после освобождения Масула иракская армия перебросила свои части к этому городу. Но в отличие от Масула, который иракцы больше года отбивали у террористов, Тель-Афар удалось освободить сравнительно быстро. Хоть и не менее напряженно, боевики оказывали ожесточенное сопротивление, активно использовали смертников, дистанционно управляемый фугас, автомобили, начиненные взрывчаткой. Но во время Масульской операции военные приобрели колоссальный опыт ведения городских боев, поэтому Тель-Афар все же освободили с минимальными потерями. Отряды террористов сейчас отступают на территорию Сирии, в район Дейр-Эз-Зора. Там находится фактически последний укрепленный пункт Халифата. На территории Ирака их уже почти не осталось. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканал Интер.